Здравствуйте! В прямом эфире специальный выпуск программы «Республика» в студии Татьяна Трофимова о главных новостях прямо сейчас. На 16 часов дня в Чувашии по-прежнему 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел. Под наблюдением врачей находится 814 человек. Все, кто контактировали с зараженными COVID-19, сейчас живут в обсерваторах. Это в первую очередь родственники заболевших и ближние контакты. Всего 42 человека по данным Минздрава Чувашии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работы на участке будут проводить в несколько этапов, но это никак не повлияет на водоснабжение в городе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ремонт водопроводов, который обеспечивает водой центральный район города Чебоксар, заключается в санации водопроводных сетей. То есть производим очистку отложений, которые набрались за несколько лет с момента строительства. И после того, как все это убирается, покрывается цементным раствором, цементно-песчаным раствором для защиты уже от дальнейшей коррозии водопроводов. Напомним, всего на благоустройство территории больницы предусмотрено 10 миллионов рублей. Текущие работы планируют завершить в конце мая. А полная сдача объекта запланирована на сентябрь. Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Россия готовится ко дню космонавтики. И хотя эпидемиологическая обстановка пока не позволяет провести торжественные митинги, во многих регионах пройдут виртуальные уроки мужества. В Рио главы Чувашии сегодня поздравил с наступающим праздником Героя России бортинженера трех экспедиций Николая Бударина. Если подсчитать все время, которое Николай Бударин провел на орбите, за три полета получится более 440 суток. За мужество и добросовестный труд ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Накануне праздника он планировал приехать и в республику. Но пока только и остается, что передать привет землякам по видеосвязи. Добрые и теплые слова всем жителям Чувашии. Очень приятно всегда было общаться и с детьми, и со студентами, со школьниками. Нам поможет пережить все эти безгоды, которые завалились сейчас на наши плечи. Андриян Николаев, Муса Монаров, Николай Бударин, покорители вселенной стали примером для многих мальчишек и девчонок. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что вклад уроженцев республики в патриотическое воспитание молодежи неоценим. Я каждый раз, когда вспоминаю ваш подвиг, когда вы спускались и попали в нештатную ситуацию, когда рассказываю детям о том, как вы эту ситуацию проходили, конечно же, каждый раз мурашки по телу проходят. Даже сейчас вот это ощущение ощущаю. И мне кажется, если вы лично об этом будете нашим детям рассказывать, показывать, это будет, конечно же, намного впечатлительнее и больше эмоций вызывать. В мемориальном комплексе Андрияна Николаева временное затишье. На официальном сайте виртуальные туры с аудиогидом. Интерес к истории освоения космоса не угасает. В ближайшие годы музей села Шоршелы ждет большая реконструкция в проекте «Планетарий» и «Обсерватория». Ожидается, что будут созданы дополнительно семь экспозиционных залов, расширено фондохранилища, будут несколько интерактивных классов с использованием современных технологий. После реконструкции музей космонавтики должен стать современным образовательным центром, отметил Олег Николаев. Работы планируют начать уже в этом году. В эти выходные один из самых значимых праздников для православных – Вербное воскресенье. В этом году в связи с пандемией отмечать его призывают, не выходя из дома. Верба – традиционный символ праздника. Освещенную веточку принято хранить в доме в течение всего года. По народным приметам считалось, что она обладает целебными свойствами. Вербы прикасались к людям, желая здоровья, ставили у изголовья больных. Вербное воскресенье 12 апреля жителям столицы Чуваши освещенные веточки Вербы волонтеры принесут прямо домой. По номеру телефона, который вы видите на экране, все желающие могут их заказать. «У нас есть волонтерский молодежный православный клуб. Они прошли обучение, мы вместе – 2020.ру. получат сегодня уже очное обучение, средства защиты. Они, значит, обучились, как вести себя с пожилыми людьми. Волонтеры наши добровольцы, они ходят все бесплатно, бесплатно все будут раздавать. Но если кто желает внести пожертвование, празднику на этот храм, то пожертвования будут приниматься же волонтерами». Оказаться на службе также можно будет, не выходя из дома. В связи с пандемией будет специально организована онлайн-трансляция в группе «Православные добровольцы Чуваши» в социальной сети ВКонтакте. А уже через неделю пасхальное богослужение тоже можно будет посмотреть у себя дома. Кстати, кроме национального телевидения Чуваши, в этом году транслировать праздник из Покровска-Татьянинского собора будет и национальное радио. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Дистанционная работа, учеба и даже досуг. Сегодня это не просто рекомендация, а правило. Наша съемочная группа успела побывать в детской школе искусств в Козловке до режима повышенной готовности. О том, как было сразу после ремонта и о том, как будет, когда закончится карантин, а также о запуске специальной онлайн-платформы для детей расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Восьмилетняя Василиса убирает клавиши. На новом инструменте даже любимая мелодия звучит по-новому, утверждает она. Я сейчас исполнила мелодию «Как уок». Мы занимаемся еще вокалом, эстрадным вокалом. Здесь очень все красиво. Новые, это пиано, хорошие очень. Не только новыми красками, но и новыми мелодиями образовательный процесс заиграл благодаря участию в государственной программе Чувашской Республики развития культуры и туризма. Свыше 10 миллионов рублей ушло на капитальный ремонт фасада, кровли, замены окон, внутреннюю отделку и закупку нового оборудования. Например, в муфельной печке ребята смогут обрабатывать вот такие глиняные фигурки, свистки и даже посуду. Все в школе новое. Это инструменты Рембельштейн. Четыре мы купили. Вот муфельную печку, которую видите. Обучается 370 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Фортепиано, баян, аккордеон, духовые и народные инструменты. Эстрадный вокал. Направлению детской школы искусств стало больше. Под одной крышей объединились педагоги музыкальной и детской школы искусств. Детям это нравится. Они могут выбрать сразу несколько направлений. Я хожу на два отделения. На фортепиано-отделение и на хоровое. Я очень люблю петь. Всегда выступаю на концертах. И мне это приносит удовольствие. Я вообще хочу стать какой-нибудь известной актрисой или певицей. Завершится карантин, и ребята продолжат занятия. А пока они адаптируются к новым форматам. Педагоги проводят онлайн-уроки и мастер-классы. Давай посмотрим, смело ездить. Первую часть до репризы. Давай, попробуй. Посмотри по ноткам. Каждая рука отдельно, ладно? Живого общения с любимыми педагогами это, конечно, не заменит. Но подтянуть и закрепить уже изученное вполне возможно. Тем более, что все понимают, что это временная мера. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Таковы главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы Республика 18.00. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова